Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. Сегодня мы поднимаем животрепещущую тему в нашем эфире, которая будет изучать так – карма и ее влияние на жизнь человека. А общаться я буду с уже хорошо известным вам человеком, соратником Объединения Рада Божия, Всеславом Глобы. Здравия тебе, Всеслав! Здравствуй, Алексей! Здравствуйте, слушатели! Итак, карма и ее влияние на жизнь человека звучит несколько угрожающе, но, наверное, с этим вопросом надо разобраться раз навсегда, чтобы понять, что такое карма и как очиститься от тех проблем, которые или человек, или кто-то другой, по мнению многих людей, ее создают. Вот давай с этим моментом мы разберем, что же такое карма и как от нее избавиться. Вернее, наверное, от кармы-то вряд ли избавиться получится, но избавиться от серьезных последствий. Вот передавите микрофон, пожалуйста. Ну, в общепринятом, таком упрощенном понимании, карма – это закон, вернее, не закон, а правило, причина следственных связей. Народная мудрость для этого предусмотрела пословица и поговорки. У всех на слуху, что посеял, то и пожнешь. И не делать другому того, чего не хотел бы себе. Ну, а также главная славянская заповедь – живите по совести, которую сказал Сваров. Живите по совести, чадо мое, и в ладу с природой. Но дело в том, что это хорошо сказать, но трудно сделать, потому что всегда включается эго, тщеславие, всегда включаются попытки поступить именно так, как человек хочет, а не так, как требует совесть, или не так, как требует мудрое понимание того, что чем ты воздействуешь на мир, тем мир воздействует на тебя в обучающих целях. Поэтому очень многие люди создают карму, даже не задумываясь об этом. И последствия иногда настолько сильно накапливаются, что в одну жизнь человек не успевает их отработать, и они переносятся в следующую. И потом основная масса людей удивляется, откуда у них такая тяжелая судьба. Никто не предполагает, что она пришла из предыдущих жизней. То есть люди, получается, сами себе все создают, а потом удивляются, откуда это такое счастье на мои плечи свалилось, да, и как с этим счастьем теперь мне жить? — Абсолютно так. Тем более, что у самой кармы есть целых три вида и направления, и вряд ли вообще кто-то об этом задумывается. — Вот давай про эти три виды что-то расскажем нашим радиослушателям. — Существует три разных вида кармы. Первая называется «викарма». Это то, что обычными словами называется «отрицательная карма». она возникает в результате того, что люди совершают какие-то неправильные действия, либо еще хуже злодеяния, и они ставят себя в необходимость отработать это, искупить эту вину. Кстати, в народе так и говорится, еще одна поговорка о карме. Как аукнется, так и откликнется. То есть Всевышний для очень хитрых и изворотливых существ, даже которые ходят на двух ногах, предусмотрел правило. Вот что ты сделал, то будет сделано с тобой, чтобы ты на собственной шкуре это испытал. И вот «викарма» — это как раз испытание на собственной шкуре тех подлостей и гадостей, которые кто-то кому-то совершил. Вот они ставят сами себя в необходимость того, что им будет сделано то же самое. Второй вид, собственно, как уже привычно звучит, — это карма. То есть то, что человек сделал, и оно ему возвращается. В основном карма — это либо нейтральные действия, либо добрые дела. И нейтральные действия возвращаются к человеку, и добрые дела в том числе. То есть те, кто, скажем так, стесняется под воздействием развращенного современного мира и творить добрые дела, они ошибаются, потому что или в этой жизни, или в следующей жизни к ним это вернётся. И третий вид называется «акарма». В данном случае «а» — это отрицание, то есть отсутствие кармы. Это высший пилотаж для святых подвижников и великих йогов, которые научились действовать, не создавая кармы никакой. С одной стороны, вроде бы это и не нужно, потому что существует, например, благая карма, которая всегда вернётся человеку хорошими, добрыми делами и хорошей судьбой, хорошим положением в жизни. Но проблема в данном случае в другом. Проблема в том, что при наличии даже благой кармы невозможно выйти за пределы материального мира и подняться в высший мир. Поэтому те, кто уже в теме, владел, скажем, определённой эволюционной ступенькой, они стараются жить так, чтобы кармы не создавать, чтобы не быть вынужденными родиться вновь в материальном мире, а иметь возможность пойти дальше, изучать, эволюционировать в светлых небесных мирах выше материального мира. Что касается кармы обычной, ты хорошо разъяснил. Что касается акармы, это высший пилотаж. Но в первую очередь, наверное, надо научить себя, приучить своё тело, приучить свой мозг и своё сознание не создавать так называемую викарму. То есть отрицательные, негативные, противные для высшей своей сущности какие-то проблемы. Вот, наверное, здесь надо людям в первую очередь попыхтеть, в первую очередь это всё осознать. А как это всё сделать? Да, ты абсолютно прав. Это первая ступень овладения, скажем, пониманием правил кармы и овладения возможностей не наступать на грабли и не получать рукояткой из этих грабель в лоб. Существует, как я уже говорил, народная мудрость, что посеял, то и пожнёшь. То есть сеять нужно разумное, доброе, вечное. И воздержаться от импульсивных эмоциональных действий, потому что карма — такая хитрая штука, что она работает не только от деяний, которые мы совершили, она работает ещё и от слов, более того, от чувств и мыслей. И иногда встречаются, особенно женщины, очень остро это ощущают. Вот при первой встрече она чувствует неприязнь к человеку и не может понять, откуда, почему и причину возникновения этого. И вот эта причина гнездится в том, что он плохо думает о ней или испытывает к ней отрицательные чувства. А женщина, как существо интуитивно, считывает это и сразу напрягается в ответ. То есть даже в этих тонких материях, как энергия сознания в виде нашей чувственной и эмоциональной сферы и образно-мыслительной, карма работает там точно так же. Поэтому самый простой способ не творить благую карму, контролировать чувства и мысли. Но это одновременно и самый сложный, потому что на это выходят люди, которые уже осознанно относятся к жизни. Самая первая ступень — это не творить плохих дел. Но они, конечно, всё равно завязаны на плохие чувства и плохие мысли. То есть это всё взаимосвязанный клубок. Но в любом случае плохие чувства и плохие мысли немножко меньше бьют по нам в ответ, чем плохие дела. Потому что одно дело, когда тебе думают плохо, а другое дело, когда вылетели из-за переулка сильные крепкие хлопцы, начинают избивать до полусмерти, чем попало. И вот в этих ситуациях человек должен правильно понимать, что ничего с ним не может случиться, помимо того, что он когда-то что-то сделал другим. То есть, скажем так, человек должен всегда содержать свой разум в чистоте, понимая, что если тебе суждено, как говорят в народе, сгореть, ты не утонешь. А если суждено утонуть, ты не сгоришь. И не бояться того, что тебе может казаться, а просто надо каким-то образом доверяться чему-то или кому-то. Получается так? Абсолютно верно. Доверяться надо Всевышнему прародителю. Но если кто-то не готов к такой высокой связи, то хотя бы доверяться нужно своему родоводителю. Например, зачинателю фамильного рода какого-то. Иванова, Петрова и так далее. И понимать, что свыше предки, так же, как мы печёмся о детях, внуках и правнуках, так же они пекутся о нас. И пусть будет кто-то понимает, что любимый дед, например, или любимая бабушка с небес взирают на деяния, мысли и чувства человека. И это полностью всё контролируется, всё это записывается. И затем формирует следующую жизнь. Как в этом воплощении, ну, допустим, через 5-10 лет, так и вообще в следующее воплощение формирует. Ты говоришь правильные слова, и многие сейчас об этом упоминают, и даже книжки пишут, и даже занятия проводят. Но всё-таки согласись надрессировать себя, живя в современном мире, отравленном цивилизацией, которая строится на страхе, в общем-то довольно сложно простому человеку. Как свою вот эту собачку, своё тело, на твой взгляд, надо правильно дрессировать, чтобы она не рыпалась на то, что её не касается, и чтобы она подчинялась тому... А вот, кстати, к чему, чтобы она подчинялась? Давай об этом поговорим. Чтобы она подчинялась здравомыслию, которое очень хорошо озвучил «Видоман Видогор Трехлебов в своей гнии кощунной финиста, ясно, сокола России». Да и во всех своих лекциях, которых достаточно в Ютубе, он об этом говорит. То есть сведение воедино знания ведических первоисточников, наставление священнослужителя ведического мировоззрения, ведической веры. И эти два первых пункта нужно проверить и доказать их действенность и значимость на личном опыте. И, коль скоро ты коснулся физического тела, то необходимо тоже здесь сказать важную вещь. Дело в том, что карма гнездится в нашем сознании в ложном эго, а это чувство, ум, разум и интеллект. А также в эго, это наша душа, и причинное тело. А мы сейчас не будем трогать высокие материи, как ты предложил, беседовать будем для лёгкого понимания обычного человека. О чём легко поймёт обычный человек? Ложное эго есть наше чувство, ум, разум и интеллект. И вот здесь она гнездится. Если мы не готовы контролировать их, то это будет проявляться в физическом теле как агрессивные, импульсивные действия по принципу «сначала ударил, потом подумал» или «сначала оскорбил, потом подумал». Вот нужно в первую очередь научиться делать наоборот, понимая, что как овукнется, так и откликнется. И есть ещё, если чуть-чуть пойти дальше на уровень биоэнергетики, ещё один уровень, такой простой, или сейчас все знают про ауру, про биоэнергетику. И основная чакра, которая задействована у 90% населения планеты, это манипура чакра или чакра солнечного сплетения. А она очень крепко завязана на желудочный и кишечный тракт, на систему пищеварения, ну и ум, естественно. Ум — это её высший аспект, а система пищеварения — это её средний аспект. А агрессия, связанная с отрицательными мыслями и связанная с питанием, несущим в себе агрессию, это её нижний план. Так вот, питание, несущее в себе агрессию, догадательно, с трёх раз, что это? Вот простой бы человек сказал, съел что-нибудь не то, что-то несвежее съел. Но ты же не к этому ведёшь, правильно? Ты же ведёшь к более высокому. Но как простого человека сейчас отвечаю. Ёлки-палки, что же это может быть? Понятно, тухлятину отбрасываем, так, это не то, ты что-то другое имеешь в виду. Наверное, всё-таки это то, что связано с убийством. О! Попал? В нужном направлении начал мысль. Так, а убийство это означает, что это убийство, это поедание животных, что ли? Ты к этому ведёшь? Да, я именно к этому веду. Ты смотришь. Потому что это карма. Если ты убил, значит, ты будешь убит. И вот это никто не хочет учитывать. А в ведах конкретно сказано, пока существует большое количество скотобоин, в мире будет существовать большое количество войн. Потому что те, кто убил, должны быть убиты. Единственная поблажка, которую Всевышний и родные боги оказывают нам, ну, я имею в виду мясоедом, в данном случае я уже с 2000-го с этим делом завязал. Единственная поблажка, которую боги оказывают людям, это они не убивают людей в ответ за поедание убитых животных, но они в мягком варианте укорачивают жизнь людей. И ведах сказано, что виновны в убийстве живых существ шесть человек, играющих определённые ролевые игры. Тот, кто убил, тот, кто разделал, тот, кто продал, тот, кто готовил, тот, кто ел, и тот, кто это допустил. В общем, все, получается. Получается, завязаны на это все. И отсюда, получается, почему мы живём так мало, там, 70 лет и слетел с дистанции? Да потому что могли бы жить как положено. Даже советский академик Павлов говорил, что смерть до 150 он считает насильственной. Хотя современные учёные говорят, что моторесурс этого физического даже тела 300 лет даже вот в наше время со всеми этими экологическими проблемами. вот приехали не 300, а 70. То есть не убивает человека напрямую. Хотя автокатастрофы там и прочие стихийные бедствия убивают особо рьяных напрямую. А все такие середнячки, вот это серое болото, масса, они просто живут в 5 раз, в 4 раза меньше. Понятно. Страстей нагнал, ясно. Не поедаем мясо, уже как-то так улучшаем. А что ещё, кроме убийства и поедания плоти, как-то влияет на карму? Ну, любые неправедные действия. Обман, значит, злословие, какие-то подлые поступки. Мы сейчас, пока я правильно понял, говорим об отрицательной карме. Пока не трогаем остальные, да? Для начала надо разобраться с основой, которая всю эту неприятность несёт в первую очередь. И уже разобравшись с этим, на этом фундаменте уже как-то долезать до крыши, а не наоборот с крыши начинать. Добро. Итак, мы уже озвучили физические действия. Но в любом случае физические действия являются реализацией чувства и мыслей. Значит, переходим в чувственную сферу. Не думать другому о другом плохо. Не желать другому зла. Ведь «чтоб ты сдох» — это как бы классика жанра, у которой оно у всех на уме чуть ли не 20 часов в сутки. Вот только пока спят, может быть, этого не думают. Обычные водители. Вот классика жанра. Езда в городских условиях. Там поубивают друг друга. Готово. На светофоре выскакивают и срывают друг друга зеркала. И это постоянно происходит. Вот вон она, эта чувственная сфера. И эти чувства раскачанные, как маховик раскрученный, они вынуждают человека открывать дверь, скакивать и бежать разбираться, почему его прижали там на предыдущем квартале. и мысли, соответственно. Соответственно, мысли. Потому что мысли — это корень зла. Они просто иногда слабее, иногда сильнее, если чувственно окрашены. Поэтому вот эти три уровня необходимо в первую очередь хотя бы учиться контролировать. А потом, когда это, скажем, основы этого хотя бы поняты, осознанно, учиться тренироваться, сдерживаться там, посчитать до десяти, понять, что ничего с тобой не может случиться плохого, если ты этого плохого не сделал. Следующая ступенька — когда к тебе что-то прилетело, ну, в данном случае имеется в виду, человек попал в больницу, человека побили, на человека упал кирпич, или он разбыл машину в Дробаган. Это значит, что он... Отрицательная как бы новость, плохая новость — это он заслужил. Но есть еще хорошая новость. он частично отработал свою отрицательную карму. А она стала меньше. На этом основана вся корма йога. Но это мы, может быть, чуть позже обсудим. Ну, как в анекдоте. Хорошая и плохая вещь, с чего начать, да? Понятно. Да, из этой же серии. Хорошо. То есть, сначала еда. Избавляемся от того, что непосредственно человеку угрожает создать проблемы. Второе — это не делать дела, которые не будут тебе же самому нравиться. То есть, не делать того, что не хочешь, чтобы сделать тебе. И третье — это мысли. Не думай то, чего не хочешь, чтобы думали о тебе, или то, что может воплотиться против тебя. Естественно, если что-то прилетело, значит, разберись, что это такое. И, видимо, где-то ты что-то совершил. И вот это прилетевшее, отнимающее у тебя здоровье, деньги, материальные какие-то ценности, рассказ о том, что это было, это необходимо было отдать, и частично ты уже это отдал. Замечательно. Идем дальше. Но ведь все-таки контролирует наше поведение мозг. А мозг, он строится на тех событиях, вернее, на тех рефлексах условных, которые в нем закреплены. Посмотрел телевизор «Дом-2», да, как они между собой, как обезьяны, там орут, кидаются друг на друга, похотью занимаются. Все, это у тебя в мозгу отложилось, уже якорек к тебе засел. Папа с мамой общаются на повышенных тонах. Ты это увидел, это отложилось, значит, у тебя пример есть. Соседи, там какие-то начальники, подчиненные и так далее друг с другом общаются. Это тоже все откладывается. Человек начинает это все дело повторять, и рефлекс у него закрепляется. Ну, все по Павлову прям. Так вот, вопрос. Если все у нас контролирует мозг в данном случае, если мозг строится на тех условных рефлексах, которые, ну, инстинктах, само собой, но мы сейчас про условные рефлексы говорим, которые человек приобрел в своей жизни, как же из этого круга, замкнутого, вылезать? Если, с одной стороны, он все регламентирует, за всем следит, то каким образом его заставить, чтобы он переходил теперь на другое мышление, более светлое, не агрессивное, осознанное и так далее. Вот этот вопрос очень часто люди задают. Хорошо, ты все подвел. Давай вот поступенчатый такой план и обсудим. Я уже сказал, что это одна и та же чакра, которая обеспечивает пищеварение и обеспечивает мышление. Она в старославянском варианте так и называется «живот». То есть и внутренние органы живота, и жизнь, потому что раньше слово «жизнь» звучало как слово «живот». Ну, даже в современном мире еще остались поговорки «не щадя живота своего». Ну, имеется в виду, что, конечно, не пузо, а жизнь, которую воин, скажем, мог отдать за братьев по оружию. Так вот, если человек хочет по мягкому сценарию пройти, потому что очень трудно контролировать ум, когда он закачан агрессией, как вот заноза. Если у человека есть заноза, она не дает ему спокойно жить, она постоянно вынуждает его концентрировать на ней внимание. Так вот, то, что мы вложили в желудок в виде мяса и рыбы, насыщенной энергией убийства и страдания, все же знают, что коровы, умные животные, плачут на бойне, в очереди на забой. Они же все понимают, они все чувствуют. То есть их мясо, их плоть пропитана энергией смерти и страдания. Вот если человек додумается, до этого и станет осознанным вегетарианцем, он перестанет закачивать в свою биоэнергетику энергию смерти и страдания, а также энергию агрессии и желания убить. Тогда ум станет спокойнее. И ему легче будет справляться с этими вот животными агрессивными импульсами, выходящими глубоко изнутри его подсознания. Это первый уровень. Второй уровень — научиться постоянно помнить о том, что всё, что ты сделаешь, к тебе вернётся. И научиться желать другому только того, чего ты хотел бы, чтобы произошло с тобой. то есть чисто по народной мудрости. Чтобы противостоять телевизионной агрессии, о которой ты очень хорошо сказал и красочно её обрисовал, я советую всем читать русские народные сказки. Они пропитаны добром, правильным отношением к жизни и примерами правильных поступков в ответ на злодеяние или на подлость. Просто это настоящий учебник. И он гораздо более важен для духовно-нравственного развития человека и для избавления от отрицательной кармы именно сказки, чем какие-то там заумные учебники по каким-то современным менеджментам. В общем, набираться мудрости народной и учитывая то, что всё-таки наши народы, наши рода существуют здесь и живут достаточно долго, не одно тысячелетие, а многие-многие, десятки, сотни тысяч лет, и каким-то образом они выживали, учитывая то, что было множество так называемых катаклизмов, но всё-таки дожили мы до сегодняшних дней, значит, наши предки какую-то мудрость знали. И эта мудрость отражена в преданиях, в сказаниях, в сказках и так далее. Вот, наверное, на это и надо обращать внимание. А телевизионные искусства существуют совсем не так давно, и поэтому мудрости там вряд ли какой-то следует искать. Нет, конечно, там есть какие-то деятели телевизионных искусств, которые берут за основу народную мудрость и по своему какому-то вежеству или невежеству пытаются это дело как-то показать и так далее. Есть, но к телевизионным этим всем продуктам надо относиться очень осторожно, очень-очень избирательно, обладая определенной квалификацией, мудростью и знаниями. А вот к народным сказкам, тем более к старинным и древним, а не переделанным уже ближайшие там 100-300 лет, можно относиться более легко, свободно и брать на вооружение. Теперь нам надо разобраться следующим вопросом. Хорошо, сказки – это замечательно, это все здорово, но ведь в современности, опять же, очень трудно набираться ума, разуму, даже читая хорошие, позитивные какие-то добрые сказки и правильные, потому что все равно человек находится в этой отраве, в этой цивилизации и, прочитав сказку, он так или иначе все равно может пойти на кухню, включить телевизор или завтра он пойдет на работу, или что-то там на дороге с ним случится и так далее. Бывает очень тяжело без какого-то окружения закрепить это ощущение. Вот есть так называемый условный рефлекс. Если ты один раз повторил с кем-то, ну, с той же собачкой, да, какую-то команду, она еще у нее не закрепилась, у этой собачки, десять раз уже какое-то закрепление в ее мозгу происходит. Сто раз собачка уже получила условный рефлекс и даже без поощрения она будет выполнять эту команду. Вот если мы понимаем, что в человеке примерно такая же собачка внутри живет и мозг примерно по тем же самым параметрам настроен, то необходимо создавать условия окружения для того, чтобы это не команда уже, а какая-то благая мысль сначала поселилась, потом закрепилась, а потом стала уже основой жизни. Вот давай немножечко об этом поговорим. Где приобрести эти навыки, закрепить, чтобы потом можно было в агрессивную среду нашей отравленной цивилизации возвращаться и уже быть, как сейчас говорят доктора, иммунифицированным, защищенным от той дряни, которая нас окружает? Ну, дело в том, что если бы ты спросил там, скажем, 10-15 лет тому назад, я бы сильно призадумался, что ответить. А сейчас ответить легко. Нынче вот в наше время достаточно много людей исследует наши древние обычаи, нашу традицию, культуру, фольклор, ну и конкретно ведические знания, наше духовное наследие. И сейчас не проблема найти либо ведические общины, либо родноверческие объединения, формирования, либо староверческие общины. И приходить к ним хотя бы в гости на основные праздники, справлять эти праздники и находить себе новое, скажем, достойное окружение. Ведь тоже народная мудрость гласит, скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Так вот, это очень важно регулярно менять окружение в соответствии с изменением своего мировоззрения. Потому что если есть возможность прийти на праздник и пообщаться с хорошими людьми, подружиться с ними и продолжать это общение в обыденные дни, то самый лучший, скажем, способ иметь положительный пример перед глазами, это завести себе достойных хороших друзей. Это ты хорошо сказал. Как теперь определить, насколько эта община или место, куда они приходят, является чистым, является правильным, и там не будет какой-то чернухи и порнухи, чтобы человек, идя туда очищаться, не набрался во всякой гадости. По каким критериям, параметрам это можно определить? Опять же, проявляя здравомыслие, сравнить то, что написано в ведах, сравнить то, что говорят их лидеры, и проверить на личном опыте, соответствует ли то, что говорят их лидеры тому, что написано в ведах, и делают ли они так, и живут ли они так, как они призывают делать и жить других. Потому что у меня были в жизни примеры, допустим, не буду называть город и общину, но приглашали поучаствовать в каком-то народном празднике и выходили из лесу подвыпившие в кавычках волхвы в париках в таком глуповатом наряде аля рюс и что-то вещали избавляли от крещения людей, при этом от них разило перегаром и видно было, что это дешевый спектакль. И я спрашивал присутствующих, вам нравится вообще вот этот спектакль? И многие говорили, ну, к сожалению, мы понимаем, что наши волхвы бутафорские, но, к сожалению, других у нас пока нет. Это лучше, чем там банальный корпоратив с попойкой там и сексом на природе. Ищем что получше, как только найдем, так сразу это используем. То есть народ по мере того, как есть чем сравнивать, он все равно начинает проявлять здравомыслие. И его нужно проявлять везде и всегда. Но в любом случае даже такой коллектив, где пели русские песни под конец праздника, братскую трапезу совершали, все равно это лучше, чем бытовуха, бытовая попойка где-нибудь в лесу. Понятно, критерии мне ясны, я думаю, нашим радиослушателям тоже, но у меня к тебе конкретный вопрос. А в твоем окружении кто-то из соратников Рада Божия этим занимается? Где-то есть какие-то мероприятия, какие-то встречи, которые бы позволили человеку проникнуться тем, о чем ты сейчас рассказываешь? Ты мне очень ставишь такое неловкое положение. С одной стороны, я готов людей направить к, допустим, Цареславу, который проводит праздники уже много лет, очень достойный, культурный и высоконравственный человек. С другой стороны, может туда прийти ОМОН, учитывая реалии нашего дня. И как быть такой ситуацией? Обычно людям говорю «Ищите и обрящите». Это классическая схема. То есть вернемся к тому, что мы уже сказали. За каждым нас ведется как в супермаркете видеонаблюдение. То есть за каждым нас боги родные присматривают. и как только любой из нас проявляет стремление двигаться в правильном направлении, ему создают возможности и события складываются таким образом, что он находит тех, кто достоин составить ему хорошее окружение. Но в принципе, поскольку ребята существуют давно и их никто не трогает, ибо они никаких политических тем не поднимают. Это в Краснодаре есть община. В общем, есть община, которая управляет Зариславом. Они проводят праздники, они проводят служение родным богам. И, по крайней мере, на Кубани можно к ним. Их легко найти, у них есть свой сайт. Можно к ним обращаться, они будут. На сайте Рода Божия, вот там, где праздник такой-то на Украине обычно освещается, и праздник такой-то параллельно на Кубани. Вот это как раз о них. Поэтому через сайт Рода Божия можно увидеть, и как они выглядят, эти люди, и где они проводят. То есть, ты рекомендуешь подобные общины, которые проводят праздники, с учетом того, что там нет так называемого свального греха, где все подряд и всех подряд, где нет какого-то мракобесия и бесовщины, где нет каких-то кровавых жертвоприношений, и где нет каких-то возласов непонятных против кого-то, и так далее, и тому подобное. Да, есть еще даже чисто терминологическая фильтрация. Если люди называют себя язычниками, то это уровень, который нужно очень и очень внимательно проверять и быстро туда не спешить. А вот староверы и родноверы, это будет по надежному. Ты знаешь, как говорил один персонаж в одном фильме, бумага все стерпит, на заборе можно писать, что хочешь, то же самое. Произнести вслух какое-то название себя любимого или кого-то тоже ничего сложного в этом нет. Я встречал разных людей, которые говорили правильные слова, и названия у них были правильные, но на выходе было то, что меня очень-очень сильно смущало. То есть пришло время, наверное, к чему я это все веду, пришло время, когда уже личные рекомендации, личный посыл намного дороже, нежели чем то, когда человек себя кем-то называет. Поэтому я тебя спросил, а как быть простому, как в фильме, куда бедному крестьянину податься, и ты дал вполне исчерпывающий ясный ответ. Ну, понятно, что в двух местах проведения по всей Руси, конечно, это маловато, два места проведения на Кубани и в Украине. Хотелось бы побольше таких общин, за которые наши соратники, люди, придерживаясь светлого мировоззрения, могли бы поручиться сказать, я этих людей знаю, туда я рекомендую. Потому что очень часто на радио обращаются и пытают меня, Алексей, где, где те самые общины, где те самые волхвы, жрецы, где те самые добрые люди, о которых здесь постоянно говорят большевики с броневика. Поэтому призываю побольше делиться информацией, знаниями, будем проверять, будем уточнять, и если на самом деле там все так, как это должно быть по-нашему, будем рекомендовать. Поскольку про Викарму так называемую мы поговорили, теперь у нас остается карма и а-карма. Карма – это понятно, то, что ты делаешь уже не злое, а нейтральное или доброе к тебе возвращается, но создает очередные привязки. А вот а-карма – это когда уже отрицание кармы, отсутствие кармы, оно дает возможность выйти отсюда. Ну, давай ко второму пункту к карме перейдем. Итак, ты уже сказал, что это такое, но теперь надо некоторые расшифровочки сделать и какие-то уточнения. Вот, пожалуйста, от себя что-то скажи. Человек в ведах даже сказано, дан совет. Человек должен жить, стараясь избегать плохого и стремиться к хорошему. Поэтому, когда человек научился не творить зло, хотя бы ради того, чтобы с ним не сотворили того же самого, то следующая ступенька его развития творить дела не злые. Как только он в этом утвердится, он начинает понимать, что лучше творить добрые дела, потому что, когда возвращаются к тебе добрые дела, это приятно, это создает хорошую, благую судьбу и возможность в следующем воплощении прожить по-человечески, не ожидая, что вот сейчас вылетят из-за угла или вот сейчас ночью ворвутся в дом и так далее. И когда человек творит благую карму, он, можно сказать, помогает богам делать мир лучше. То есть это уже выход на, пусть сначала неосознанное, но тем не менее взаимодействие с высшими уровнями бытия. А они всегда благословляют человека на такие действия и начинают вводить в его жизнь события и ситуации, где он совершенствуется в сотворении разумного, доброго и вечного. И в дальнейшем он начинает понимать, что все, что к нему сейчас идет, это плоды его действий либо в начале этой жизни, либо в жизнях его предыдущих. И он легко как бы утверждается в этом. То есть у него есть возможность сравнить. И он, естественно, делает правильный выбор, потому что кому хочется ожидать в любой момент большой пилюли от Бога. Ну и теперь про отсутствие кармы. Давай поговорим. Как этого достичь? Это же вообще высший пилотаж, твои же слова об этом. Он описан в Ведах, как принесение своей жизни, в целом, всей своей жизни, в дар Всевышнему и родным Богам. То есть делать то же самое добро, не ожидая плодов. Жить и творить, да элементарно, шить обувь, строить дом, не ожидая вознаграждения. Вот как только человек перестает ожидать вознаграждения, а делает это потому, что ему велит так душа и совесть, он уже учится жить без привязок к материальному миру. Звучит, конечно, впечатляюще для большинства наших радиослушателей, наверное, не берусь как для большинства, для кого-то это может звучать впечатляюще, так, наверное, более правильно будет сказать. И стоит вопрос, а тогда как же жить-то? Ну вот если я сшил башмачки, что же, я должен их просто на улицу выставить и сказать, берите то хотите, а я же потратил нитки, я потратил кожу, мне нужно как-то прожить, а у меня еще семья есть, надо кормить семью, за квартиру заплатить, за дом, да ту же самую кожу купить, те же самые нитки, иголки. Как? Каким образом мне это вернется материально, если я занимаюсь башмачными делами, если я произвожу что-то, откуда ко мне это все вернется? Дело все в том, что речь идет не о том, чтобы пошить и подарить, а речь идет о том, что пошить, продать не проблема, то есть окупить затраченный материал и вложенный труд, вопрос в том, что в дар принести любовь, которая вложена в качество этих башмачков. Вот теперь понятно. И вот эту любовь подарить Богу и тем людям, которые будут пользоваться этими башмачками. Вот в этом высший пилотаж. То есть все на основе любви, то есть самой великой любви, не секса, как у нас сейчас многие любовью называют, собачки там занимаются чем-то, о, видишь, собачки любовью занимаются, ну, вообще нонсенс, да, парадокс. Вот, а именно любви, любви высшего начала, высшего проявления. Еще буквально пару слов. Многие послушали нас с тобой, сказали, ну, говорить легко, а как этому научиться это делать? И вот как научиться, я могу сказать, что мы сейчас говорили с тобой о новом семинаре, разработанном соратниками Рода Божия, который так и называется «Все о карме и как избавиться от ее влияния». Четыре дня теорию фактически мы затронули, хотя там будут более глубокие вещи и методики, но есть будут там еще психологические техники и психологические практики, с помощью которых люди пощупывают и потрогают, а как это сделать, как этому научиться и применить. Но для этого создан такой семинар и те, кто хотят научиться, добро пожаловать. На сайте Рода Божия вы увидите информацию о нем и время его проведения. Хорошо. Вот теперь, наверное, мы уже с тобой разобрали тему полностью, потому что есть точка вхождения, есть какое-то предложение о как делать, что делать и когда делать, потому что очень часто, к сожалению, мы говорим о чем-то высоком и хорошем, но закрепляющей практики какой-то в жизни не хватает. А вот ты сразу раз и предложил что-то хорошее для того, чтобы попробовать и закрепить. Давай подводить уже итог сегодняшней встречи. Итак, мы говорили про карму и ее влияние на жизнь человека и надо как-то прям такую жирную черту провести, сказать так, люди и вот дальше доброе, вечное. Помните о том, что за вами ведется постоянное видеонаблюдение, осуществляемое родновыми вашими богами. И вы живете в мире, который является мыслями и чувствами Всевышнего прародителя настолько четкими и концентрированными, что мы все называем это материальный мир. То есть вы живете внутри Всевышнего, который сконденсировал и сконцентрировал свои чувства, мысли, свою жизненную энергию в виде там гор, рек, лесов, городов, живых существ. И все, что вы делаете, им полностью контролируется. Поэтому делая, всегда помните, что если даже в супермаркете, чтобы никто не залез на полочку и не вынес мимо кассы, ведется видеонаблюдение, то внутри Всевышнего, который абсолютно отслеживает каждое движение чувства и мысли в вашем сознании, и все это записывается как на видеомагнитофон в хронике Акаши или в славянском варианте в наш кладовес, то ничего не пройдет мимо и все вам вернется как обучающая игра. Вам будет казаться, что вас убивают, отрывают руки и ноги, но для вашей души это обучающая игра. Просто играть можно по мягким правилам для умных, которые учатся на чужих ошибках, а можно по жестким для глупых, которые учатся на ошибках своих. Вывод. Будьте разумными. Будьте осознанными, осмысленными, понимая, что народ не понапрасну придумал вот эти изречения, что посеял, то и пожнешь, как колокнется, так и откликнется, и не делая другому того, чего не желаешь себе. Еще не плюй в колодец. Хорошо. Ну что ж, друзья мои, напоминаю, что общались мы сегодня с Сеславом Глобой, соратник объединения Рода Божия, рассмотрели замечательнейшую, актуальнейшую и важную, на мой взгляд, сегодня тему карма и ее влияние на жизнь человека. Сеслав дал определенные рекомендации о том, как быть, а не просто так рассказал, что такое есть карма и как это здорово или как это плохо. И у нас получился такой небольшой эфир практического направления, так чуть-чуть на семинар похожий. Это меня радует, когда идут не просто какие-то слова, а идет какая-то практическая информация, переходящая в знания. В заключение скажу, что когда-то давным-давно, когда люди, человеки, жили, как и положено поисконе, соблюдая кон и поконы и законы, находящиеся рядом с коном и поконами, все было хорошо и замечательно, когда все это было божественное, все было просто. Но когда появились те, которых эта ситуация не устраивала, то они стали людям навязывать усложнения и стали говорить «Ой, ну что вы, ну все так непросто, ну все так сложно». И тогда стали появляться уже законы другого порядка, законы людского, порядка людского уровня. И люди поверили. Из человеков они перешли в разряд людей и они поверили в том, что все сложно и необходимы какие-то гуры, необходимы какие-то сверхучителя, необходимы какие-то спасители, необходимы какие-то институты и так далее, и так далее, и так далее, которые вот эту всю сложность знают, которые с ней разбираются, и которые помогут нам нормально жить. То есть произошла такая простая сдача власти неким существам, являющимися проходимцами. И вот теперь мы имеем то, что имеем. Когда проходимцы усложнили этот мир, то, естественно, человеку стало жить сложнее, и, естественно, он стал нарабатывать то, о чем мы сегодня говорили, разного вида кармы, и закрутился клубочек, колечко замкнулось, и теперь все охают и ахают, но поскольку цивилизации отравлены, то и живут так, как живут, вернее сказать, выживают. Вот наша задача на сегодняшний момент – перестать выживать, становиться человеками, начать не просто существовать, а начать жить. Жить по тем древним исконам, поконам и законам высшего порядка, а не законам людским, чтобы все у нас было хорошо. Вот на этой благостной ноте я с вами, друзья мои, прощаюсь. Напоминаю, что сегодня мы рассматривали тему кармы и ее влияние на жизнь человека. Автор-сказитель был Сислав Глоба, и я ваш, надеюсь, друг Алексей Орлов. Слушайте Народное славянское радио, включайте здравомыслие, ищите тех, кто является не на словах, а на деле вам друг. И все у нас будет хорошо. Быть добро. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok